Доброго времени суток, дорогие телезрители канала «Саратов-24». У меня в руках беляша, и сегодня мы расскажем вам, как правильно ухаживать за хорьками и как их воспитывать. Инна, представьте нам ваших пушистых друзей. Вот это у нас беленькая беляшка. У неё идёт расцветочка такая редкая. Это дьюб белая. А это окрас у нас блейс. Чтобы шёрстка всегда оставалась пушистой, чистой, гладкой, как нужно правильно ухаживать за ней? Пушистая она происходит у нас только в том плане, когда мы будем её кормить правильно. Хорошее питание, хорошая шёрстка. Иногда, конечно, можно их искупать. Для этого у нас есть шампуньки. Насколько хорьки водоплавающие животные? Умеют ли они это делать, любят? В водоёме, конечно, они плавать умеют сразу. Опускаешь воду и барахтается, как собачонка. Водичку, конечно, некоторые тоже боятся. Не все любят мыться. Некоторые начинают кричать. То не надо сильно настаивать на этом. Насколько вообще возможно воспитать это животное, чтобы хорёк был ручным, ласковым? Ну, хорьки, конечно, в квартире мебель портить не будут. Есть у них интерес, конечно, к цветочной земле. Если у вас стоят в квартире цветы, напольные или на подоконнике, старайтесь это как-то спрятать. Ин, а насколько они дружелюбны к посторонним? Нет, эти животные, я уже как говорила, они очень любопытные. Если к вам приходят гости, мы изучаем их башмаки, мы залазим, всё пронюхаем, подходим к гостям, иногда бросимся на руки. Ну, животные, конечно, у всех бывают разные. Я же говорю, что как и люди, характер у них тоже бывает даже неадекватный, бывают очень агрессивные. Поэтому нужно будет осторожно. Когда вы приходите, сразу не надо хватать на руки и прикладывать к лицу, там, а поцеловаться чуть ли. Потому что может животное отреагировать это по-другому. Характер животного – это скорее последствия определенного воспитания и дрессировки, или это какие-то генетические предрасположенности? Здесь присутствует, конечно, и генетика, но больше всего это ваша любовь. Если вы приобрели, вы должны чаще заниматься, воспитывать, даже как своего ребёнка. Если вы будете игнорировать, посадить его в клетку, и он будет у вас сидеть целыми сутками, воспитание не получится. И животное будет у вас агрессивнее. Инна, благодаря вам мы узнали сегодня очень много важного и интересного о воспитании хорьков. Мы были очень рады познакомиться с вашими питомцами. Заглядывайте ещё в нашу рубрику «За нами хвост». С вами была рубрика «За нами хвост». И если вы, так же, как и наши сегодняшние гости Инна, хотите принять участие в нашей рубрике с вашим питомцем, то пишите и звоните нам, и мы обязательно вас пригласим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!